Всем привет! Сегодня 24 августа, Московская область. Хочу показать теплицы, какие у меня есть черенки, всходы кактусов. Просили меня в комментариях. В общем, это стеклянная теплица. Здесь я выращиваю высокорослые томаты. Как видите, большая часть кустов уже убрана, они полностью отплодоносили. Осталось несколько гибридов. Это вот, например, требус. Еще очень много томатов. Это кира. Здесь и лески нос. Тоже довольно-таки много осталось. Ирландский ликер еще остался. Вот он. Это тетя Анна осталась. Вот тоже кира висит. Ирландский ликер. И черное сердце от Борисовны. Тоже еще довольно-таки много томатов. Я зеленые помидоры не срываю. Даю созреть полностью на кустах и тогда убираю. Потому что заготовки зеленых томатов у меня никто не ест. И даю полностью созреть. Макушки все прищипнуты, конечно же. Дверца теплицы не закрывается ни днем, ни ночью. И теплица не поливается вообще. Здесь сухо. Чтобы избежать всяких заболеваний, у нас стоит ужасная сушь. Не было дождей очень давно. Я даже не помню, когда последний раз был дождь. Поэтому приходится, конечно, в открытом грунте очень часто все поливать. Вот так на сегодняшний день выглядит теплица. Сейчас созреет весь этот урожай. Я все уберу и с осени буду мыть теплицы. Я теплицы мою только осенью. Весной, как правило, на это нет абсолютно времени. Потому что ранние посевы и так далее. И теплица по практике не моется весной. А вот с осени замечательно. Я уже показывала, как я мою эти стеклянные теплицы. Очень быстро. Керхер, швабра. И все замечательно, быстро получается. А эта теплица тоже стеклянная, только она поменьше. Перечная, огуречная. Огурцы у меня росли здесь посередине в грядке. Я их убрала. И остались у меня по бокам. Это перцы сладкие. Тоже созревают. Я уже сделала все закрутки. Все, что мне нужно было. Здесь же базилик. Вот он растет. Это вот перец леса. Хороший. Зеленых перцев достаточно много. В прошлом году урожай перца созревал быстрее. Потому что весна была намного лучше. А в этом году еще, конечно, очень много зеленых еще. Поэтому я перцы не буду убирать до последнего. И теплицу, наверное, буду мыть в октябре эту. Попозже. Дам созреть. Перцы я тоже, как и томаты, никогда не срываю зелеными. Потому что они невкусные. Даже если они дозариваются уже сорванными. Вкус и цвет совершенно все не то. Поэтому даже зеленые перцы, если будут, я их выбрасываю животным. Это вот перечно-огуречная теплица. Сейчас я вам покажу черенки еще свои. Это острые перцы. Выращиваю в таких мягких контейнерах. 16-литровых. По два штуки. Это низкорослые сорта. Вот так они растут вверх. Это новый сорс вспышка. Посмотрите, какой перец здоровский, как куст смотрится. Здесь тоже два кустика. В следующем году я хочу высадить вот такой перец цветник. Он очень-очень низкорослый. Сантиметров, наверное, 15 в высоту. Вот так. Даже, наверное, 10-12 он будет. Ну и здесь. Я перцы острые выращиваю в открытом грунте, но в этих мягких контейнерах. Уже не первый год. Мне очень нравится. Ну, теперь я покажу вам черенки. Это черенки гортензии. Вот они. Черенковала я в два этапа. Какие-то черенковала 5 июня. Вот этот конкретно ставила черенок. Это фантом. Метельчатая гортензия. А некоторые в конце июня. Которые поменьше. Это ламелайт череночки. Я их высаживала в это пинки-винки. В пол-литровые стаканы это. И уже ком корнями плетен. То есть я их в конце сентября, ну или в середине сентября, посмотрим, буду пересаживать уже вот в такие горшочки. Я не знаю, здесь, наверное, литровый горшок. Но побольше. Потому что я их буду прикапывать в теплице на зиму. Ну, как и в прошлом году я делала. Так, это пинки-винки. Так, что еще черенковала? Барбарис черенковала. Это Мария. Вот, приживается. Хорошо, между прочим, вот этот барбарис черенкуется. А этот, Ред Скарлетт, ставила, наверное, 10 черенков. Вот один только выжил. Очень плохо он черенкуется. Не знаю, почему. Здесь у меня и немножко хлорозит. Это крупнолистная гортензия. Нужно будет посмотреть, почему хлорозит. Здесь что у меня? Это Самарская Лидия черенок. Вот он. Здесь много. Вот еще Мария начеренкована. Хочу размножить. Очень мне понравился этот барбарис. Это тоже, наверное, Самарская Лидия. Видно по листве уже. Так, здесь у меня начеренкована это Перовский. Вот она. Хорошо очень черенкуется. Мне там писали в комментарии, если у меня видео по черенкованию Перовский. А здесь видео-то нечего снимать. Черенкуется, как и все гортензии эти, как и все другие растения. Срезается тереночек и ставится в землю. Все. Очень быстро укореняется. Здесь у меня также рассада. Это лаванда. Моя самая любимая. Вот в таких уже, я не знаю, это, наверное, 300-400 граммовые стаканчики. Смотрите, какие хорошие кусты. Хоть сейчас высаживая, они в зиму уйдут отличными кустами. У меня высаживать пока некуда. На самом деле, сейчас я все, что сейчас буду показывать, это все продается. Смотрите, какие кустики хорошие. Так жалко, я бы их уже высадила. Если вам нужна лаванда, пишите мне на почту. Адрес будет под этим видео. И вот кто живет на юго-востоке Московской области, можете приезжать покупать ее. Потому что очень хорошая рассада. Так, дальше это лаванда. Тоже, ну, уже видите, кусты какие большие. Это кусты, которые уже зимовали. Вот, тоже их нужно, честно говоря, высаживать. Потому что здесь низ подсыхает. Ну, ничего страшного. Здесь вот так заглубить на несколько сантиметров. И она разрастется. Тоже вот это все на продажу. Затем, что у меня еще. Это чабрец ползучий. Вы все его знаете. Вот в таких горшках у меня. Наверное, пол-литровые. Может, даже больше. Тоже посадить. Все. И на следующий год уже ковер будет. Здесь у меня также на продажу это сеянцы. Сейчас вам скажу. Сеянцы морозника. Очень красивого. Я вам его показывала. У меня куст этот растет. Очень красивые цветы. Вот три сеянцы. Продаются тоже высадить в открытый грунт. И он пойдет очень хорошо. Здесь у меня, ну, уже это не черенки. Это уже черенок прошлого года. Летний черенок. И смотрите, он уже на соцветиях. Это пятилитровый горшок. Черенковало в начале лета. Вот в этом году уже взрослое растение тоже на продажу. Это черенки позднего лета. Тоже прошлогоднего. Тоже смотрите, какое уже хорошее растение. На следующий год его сформировать. И все, и оно уже зацветет. Здесь также на продажу это мята. Это не на продажу. Это я заказывала через интернет в стаканчике П9. Это туя западная. Янтарь. Я высадила в горшок побольше. Пока место, где эта туя должна расти, еще не готова. Поэтому буду как-то доращивать и на следующий год буду высаживать. Здесь просили показать сходы кактусов. Я сеяла опунцию зимой. Это вот опунция компресса. Вот из 10, по-моему, или из 12 семян взошло 3 штуки. Вот они. Сейчас я поближе попытаюсь показать. Вот такие. Но коллекционер этих кактусов, у кого я покупала эти семена, он сказал, что кактусы могут сходить еще 2 года. То есть вот эту землю, в которую я сеяла, ее не нужно выбрасывать. Вот. Потому что кактус еще будет сходить. Дальше сходы. Это кристалл опунция. Вот такая уже. Смотрите, большие какие. 4 штуки. Из 12, по-моему, я сеяла. И это опунция Аризона. Вот одна штука взошла только. Ну, я надеюсь, что будут еще всходы. Вот. А это еще те кактусы. Вот. Вот эти кактусы, они круглые. Они требуют небольшое укрытие на зиму. А вот эта вся опунция, это зимостойкая. Зимует в Московской области без укрытия. Ну, вот. Отлично. Я тоже спросила, можно ли уже высаживать. Вот эти кактусы, видите, они уже прям большие такие. Но коллекционер сказал, что уже поздно высаживать и нужно будет прикопать горшок до уровня земли и оставить на зимовку. А уже весной, в следующем году я буду высаживать. Вот в этом году у меня такие черенки. все на продажу. Это, конечно, не продается, потому что маленькие еще растения. Буду пересаживать больший объем и прикапывать сюда в теплицу, как в прошлом году по уровень горшка. Отлично зимует. Хвойным опадом чуть-чуть я еще присыпаю. Здесь я поставила черенковаться. это скальный можжевельник Blue and Roll. Не знаю, даже не заглядываю, что там. Ну, что-то голубеется, зеленеется, не знаю, посмотрим, получатся черенки или нет. Ну, вот, в принципе, в этом году вот такая у меня рассада. Сейчас по-прежнему очень много работы, как, собственно говоря, и у вас. А я хочу снять еще небольшое видео создания вот этого цветника. Я его создала недели три назад. Высадила на опору уже плакучие формы лиственницы, растения, которые я в этом году заказывала почтой в обхозе. Ну, и еще некоторые. Но это уже будет другое видео. Кого заинтересовали саженцы, пишите мне на почту. Можем где-то встретиться, передать эти саженцы или вы сможете приехать ко мне сюда на участок и купить. Пишите на почту. А я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока.